Варите, как политик. Нина, дочка, ты собралась? Ей пора на работу. Если не торопишь, обязательно опоздает. Я вам помогу. Не надо, сеньор Рудейсио, оставьте. Это женское дело. Не беспокойтесь, сеньора. Одинокий мужчина многое умеет. Правда? Ты сделал отличный выбор. Это женщина нашего круга, воспитанная, красивая, достойная. Нечетотой, на которой ты чуть не женился. Смотри, что ее сестра сделала с вашей семьей, и ты чуть не попался. Тетя, спасибо за поздравление, но, пожалуйста, не говори так о Марии Эмилии. Ты еще ее защищаешь? Тетя, во-первых, она меня не ловила. А во-вторых, это она решила прекратить со мной отношения. И хоть мы расстались, я никому не позволю плохо отзываться о ней. Она и так достаточно пострадала. Пойми, дорогой, она такая же, как Моника. Если бы она была такой хорошей, как ты говоришь, она бы не отдалась тебе. И хотя она это сделала, она просчиталась. Маме не следовало рассказывать то, что я ей говорил. К тому же это только очерняет меня. Я себя чувствую негодяем. Ну что ты, подожди, вот пройдет время. Когда-нибудь ты убедишься, что она такая же, как сестрица. Такая же. Но главное, что с этим уже покончено. Марсия простила тебя за то, что ты заставила ее страдать. И дело кончится свадьбой. Эта свадьба очень радует Филанду. И не ее, но и всех остальных. Я рада, что твоя жизнь вошла в колею. Наконец-то устроилась. Не то, что у Лауриты. Бедная моя доченька. Что она с собой делает? Кстати, сеньора, эта малышка Мегеллона редкая белоручка. Представляете, она понятия не имеет, как варить кофе, а уж тем более жарить яичницу. Ох уж эти богачи. Они совсем бесполезны. Они ничего не умеют, потому что им всю жизнь прислуживали горничные. Они не привыкли что-либо делать. А эта решила связать свою жизнь с бедняком. Как они живут, я ума не приложу. Господи. Между прочим, ее приезжала навестить какая-то дама. Ее зовут Инесс. Вы ее знаете? Она была здесь, узнавала, где живет девочка. Она такая приятная дама, воспитанная. Мы с ней варили кофе. Можно я возьму? Да, да, пожалуйста, пожалуйста. Дон Руденцио. Из вас бы вышел отличный муж. И что моя Россио заупрямилась? Ничего. Мы выдадим вашу Россио за вала. Не парень, а золото. Так будет лучше для Россио. Он моложе меня. Да, но, по-моему, он даже не вспоминает о ней. Не спрашивает, как она там живет, в Рекипе. Не переживайте, я его подколю. Как это? Увидите, увидите. Грузовик ждет Дон Руденцио, и Рамирес тоже, а Мигелон еще нет. Но я ему позвонил. Не спешите, не спешите, Дон Руденцио, я подожду. А ты? Я уже успел позавтракать. Ох уж эта девчонка, Нина. Нина, завтрак готов. Значит, Россио не хочет возвращаться в Лиму? Что? Нет, сеньор. О чем это вы? Если дочка останется в Рекипе навсегда, я умру. Но ведь ей там очень нравится. Да. Очень. Вот я и говорю. Может, она влюбится. И останется там. Да, все случается. Я видел фотографию, ту, где она с... С Роберто. Значит, его зовут Роберто. Отлично. Высокий, красивый парень. Да, некрасивая пара. Я готов. Пора. Да, дела ждут. Поехали, Лалу. Что с тобой, парень? Ты такой серьезный. Да так, ничего, донор Уденсио. Идемте. Что случилось, мама? Ничего, дочка. Просто дон Уденсио заставил Лалу ревновать, чтобы он не забывал Россию. Поняла? Да, Бог. Доченька, а ты не хочешь со мной ничем поделиться? Ты что-то скрываешь. Да, мама. Ты угадала. Ничто не скроется от материнских глаз. А у меня глаза зоркие, дочка. Мама. Ну, давай, говори. Я еще вчера хотела тебе сказать, но все были заняты Гуччо, а потом донор Уденсио пришел. Но теперь мы одни. Рассказывай, что с тобой случилось. Со мной ничего. Это Сэмми. Алехандро собирается жениться на Марсе и Калминарес. Радуйся, бабушка, мы уже сняли дом. Франциско подписал контракт. Сняли? Вы же хотели купить. Да, бабушка. Но это долгая процедура, и она требует времени. Конечно, он купит дом. Он мне обещал. А все, что Франциско мне обещает, он исполняет. Дело в том, что дом дорогой. И ему нужно найти деньги. А когда мы туда переедем? Когда ты захочешь? Можно хоть завтра? Да. Ну, тогда я начну упаковывать вещи. Посмотрю, что можно взять. Я не потащу туда всякое старье. Как я рада. Я наконец-то попаду в нормальные условия. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Алло. Привет. Тетя Артенсия? Да, минутку. Да. Это папа, он звонит тебе, но ему сказали, что ты здесь. Да. Привет, Франциско. Я? Можешь себе представить. Эстебен? Нет, я не знаю. Да. Он мне вчера звонил, но он не сказал, когда возвращается. Хорошо. Да, хорошо. Да. А что такое? Хорошо. Франциско тоже не знает, когда Эстебен вернется. Иногда деловые поездки затягиваются. Деловые? Наверняка он там с любовницей. А что папа тебе сказал? Я пыталась узнать, но из него много не вытянешь. Он сказал, что если Эстебен позвонит, попросите его сразу же с ним связаться. Он ему срочно нужен. Почему ты плачешь? Отстань. Потому что я забираю бабушку и Гучу, да? Ты боишься остаться одна? Ты же знаешь, что если захочешь, то ты тоже, Моника, не предлагай мне переехать к тебе. Ты знаешь, что я не поеду. И совсем не из-за Франциско. Есть другие причины. Наверное, из-за Алехандра? Что у вас произошло? Расскажи. Доверься мне. Это из-за того, что было? Я угадала? Моника, оставь меня, пожалуйста. Оставь. А может, до тебя уже дошла новость? Какая новость? Что я должна узнать, Моника? Что еще произошло, Моника? Почему из-за этого я должна страдать и плакать?